Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров и губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в реализации проекта инновационного территориального кластера «Технополис Новый Звёздный». Специализация Пермского Технополиса – ракетное и авиационное двигателестроение, а также выпуск высокотехнологичной продукции энергетического машиностроения. В подмосковном Звёздном городке проводили на Байконур новый экипаж корабля «Союз». Российский космонавт Юрий Маленченко, американец Тимоти Копре и британец Тимоти Пик поблагодарили сотрудников ЦБК за свою подготовку. «Довольно сложная программа. У нас будет много грузовых транспортных кораблей, пилотируемых, и эти все динамические операции нужно контролировать и способствовать их выполнению. Также есть выходы в открытый космос и большая научная программа, в частности по российской программе у нас почти 60 экспериментов». Впереди у экипажа две недели напряженных тренировок и полгода рабочих будней на орбите. В РКК «Энергия» разрабатывают систему беспроводной передачи электроэнергии в космосе с помощью специального лазера и приёмного устройства. Испытают систему на МКС. Фотоэлектрический приёмник установят на грузовом корабле «Прогресс», который в момент передачи будет удалён на несколько километров от станции. Учёные показали карту распределения тёмной материи вокруг нашей планеты. По форме напоминает колючку с вытянутыми иглами. Специалисты НАСА начали устанавливать сегменты главного зеркала космического телескопа «Джеймс Уэбб». Зеркала сделаны из сверхлёгкого бериллия — металла, который хорошо выдерживает низкие температуры. Запуск самой большой космической обсерватории — в 2018 году. Эта фотография называется «Усмешка гравитации». Ровно сто лет назад Альберт Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности, которая предсказала явление гравитационного линзирования. Свет далёких галактик превращается в дуги под влиянием гравитации объектов, расположенных между наблюдателем и этими галактиками. Обычно северное сияние возникает высоко над облаками, однако на этом снимке оно столь интенсивное, что кажется, будто сами облака светятся зелёным цветом. Снимок сделан в Исландии. Центр спиральной галактики NGC 3521. Миллионы звёзд вращаются вокруг сверхмассивной чёрной дыры. Галактика находится в созвездии Льва, и до неё 35 миллионов световых лет. Самую далёкую посадку на небесное тело провёл зонд Гюйгенс. Зимой 2005 года он опустился на поверхность Титана, самого крупного спутника Сатурна. Расстояние до него от Земли более миллиарда километров. Бортовые приборы обнаружили в атмосфере Титана плотную метановую дымку. Удалось даже записать шум ветра. Температура в районе посадки оказалась минус 179 градусов по Цельсию. На снимках видно — на Титане есть озёра и даже моря. Правда, состоят они не из воды, а из жидкого метана. Учёные не исключают возможности присутствия простейших организмов на поверхности далёкого спутника Сатурна. На Байконуре готовится к старту новый транспортный корабль «Прогресс МС». «МС» — значит «модернизированные системы». Старт 21 декабря выпадает на астрономическую дату — день зимнего солнцестояния. Новый грузовик получил дополнительную защиту от космического мусора и микрометеоритов. В стыковочном механизме появились дублирующие электродвигатели. Какими ещё новинками снабжён корабль «Прогресс МС»? В репортаже «Ксении Зимы» в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова